Я Арчель Микадзе, технический директор Euronews в Джорджии. Наверное, все слышали про наш канал, он уже три года вещаем, но кратко я еще раз расскажу историю, как он создавался. Значит, наш канал функционирует на правах франшизы Euronews, глобального новостного канала Euronews. Все о нем слышали, это канал, который вещает на 8 разных языках. Кроме этого, у них есть онлайн-версии еще на других языках, как на арабском, на турецком и так далее, не в европейских языках. И несколько лет назад они начали новый проект создания телевидения на правах франшизы в разных странах в Европе. Это в Сербии, Болгарии, Румынии, Албании и Грузии. В Грузии это первый проект Euronews на постсоветском пространстве. Как я знаю, они собираются продолжать этот проект в этом регионе. Ну, пока Грузия единственная. Значит, мы начали строительство канала после того, как в 2019 году Euronews мы и наш учредитель Селикнет подписали контракт на создание канала. И в начале 2020 года мы уже начали с активными действиями. Мы, в первую очередь, согласовали все вопросы с главным офисом Euronews в Лионе. Это были согласованы технические моменты, моменты workflow, моменты редакционной политики, которые являются основными составляющими этой франшизы. Во время этих согласований, переговоров было выбрано, что главная, так сказать, ось технического оборудования будет построена на решениях AVID. И после этого мы начали уже искать интегратора. Там было несколько компаний, которые участвовали в тендере. Ну, в конце победителем оказалась украинская компания Vision House. Пописали с ними уже контракт. Но, к сожалению, в марте уже 2020 года в Грузии распространился COVID. Началась пандемия. Наши планы были под угрозой. Там начались проблемы с тасовкой груза. Главное, начались проблемы с сообщением. Нашему учредителю пришлось назначить чартерный рейс с Киева, чтобы вот этих интеграторов Vision House доставить из Твилиси. Они там походили двухнедельный карантин. И после всего этого, где-то в начале, не в начале, в середине апреля, уже началась инсталляция аппаратуры в здании. Насчет зданий тоже хочу я сказать пару слов. Значит, здание наше находится в центре Твилиси. Это довольно старое историческое здание. Одно из таких известных зданий у Твилиси. Ну, кроме того, что это много плюсов в том, что это историческое такое здание под охраной, как культурное наследие, там много проблем было с размещением аппаратуры в этом здании. Пришлось укреплять межэтажное перекрытие, потому что там много было деревянных деталей, которые бы не выдержали вес аппаратуры. Было очень трудно там заводить разные коммуникации, потому что там не позволяли свелить стены, там сделать какие-то конструкции. Пришлось все это проводить очень длинными, такими странными путями. Ну, в конце концов, к середине апреля, когда уже Виженхаус был готов начать инсталляцию, мы уже успели отремонтировать здание, подготовить его к инсталляции, построить студию. И буквально через полтора месяца, в конце мая, уже мы вышли в эфир тестовым сигналом. После этого все лето мы занимались наладкой аппаратуры, наладкой воркфлоу, набирали команду путем дистанционных интервью. Это тоже было новое. Мы людей видели только по экрану, проводили собеседование. Ну, в конце концов, все вышло хорошо. Я очень был доволен и сейчас доволен командой, которой мы набрали бы вот по-моему, вот такого метода. И в конце лета, 31 августа, мы уже вышли в эфир новостями. Кейс создания «Еврониус Джорджия» это кейс создания вот такого маленького канала, очень такого активного, мобильного и бюджетного, что главное. Все вот каналы по Европе, которые под этой франшизой, вот такого типа, у нас всего работает на канале около 100 человек, отсюда 60 в техническом отделе, где-то 30 человек в «Ньюс Рума», и остальной администрацией, вот остальные, остальной став. Насчет технических решений, как я говорил, у нас стержнем всего является АВИД, у нас и НРСС, АВИД, скорее ПАМ, у нас Айньюс, НРСС и Интерплей от АВИД. Кроме этого, у нас есть очень такое хорошее решение в медиа-центре АВИД УИКС, это клиент, который связывает вот этой НРСС и ПАМ между собой, очень удобная вещь, в нем работают журналисты, возможно, работают даже удаленно. Есть устроенная монтажная система, и все журналисты у нас сами монтируют свой материал, есть у нас тоже монтажки в Медиа-Композере, но там в крайних случаях много там не монтируем, в основном новостной контент монтируют в Медиа-Централе и монтируют сами журналисты. От АВИД у нас также плей-аут в АСБ, это команд, графика у нас ОРОД, как Гоча уже упомянул, ОРОД уже несколько лет купил АВИД, и ПАВЕРВОЛ тоже управлением графикой, студийной графикой занимается ПАВЕРВОЛ. Кроме АВИДа у нас есть еще другие производители, конечно, интегрированные, например, эфирный плей-аут у нас ОАЗИС от БРОДСТРИМ, там есть довольно хорошая автоматизация, еще есть хорошая интеграция с АВИДом, там у нас если вы смотрите Эвроньюз, все время в нижнем части экрана есть бегущая строка, вот как раз эта бегущая строка подтягивается с АИНьюз. Кроме того, у нас Инжест, КВАДРУС, восьмиканальный, довольно хорошим и довольным и также используем много других брендов, много из них Готча уже в своей презентации упоминал, такие как Blackmagic, Sennheiser, Yamaha, Sony, вот это наверное нет в мире телевидения, которые вот такие бренды не используют. Насчет прямых включений прямых трансляций тоже Готча упомянул Mobile Viewpoint, который нам предоставил компания Сергея, и кроме того, мы еще пользуемся LiveView, ну, классическими бегпэками LiveView, и также мобильной аппликацией LiveView, как называется, LiveView Smart, потому что наши журналисты очень активно пользуются Mojo Kitam, так называемые Mojo Kitam, это смартфон с набором аксессуаров, которыми они, один человек, один журналист может снять полноценный репортаж, сделать прямое включение, передать данные на FTP-сервер, ну, очень активно мы этим пользуемся, пользуемся и очень этим довольны, это бюджетное решение и хороший результат. В плане IT у нас опять бюджетное решение, свечи у нас все, Juniper, это очень такой бюджетный бренд, не могу сказать, что это очень такой сильный для нашего размера, для нашего масштаба довольно подходящее решение, потому что, как я сначала упомянул, главным было, чтобы наш канал получился бюджетным и без особых больших затрат, и этого не добились. Ну, свое дело это донебельские свечи делают, роутер у нас от Cisco. Насчет того, что в наших ближайших планах, если вы смотрите глобальный канал Euronius, они несколько месяцев назад изменили изменили графики на канале, еще, кроме того, изменили визуал news, они убрали совсем студию, все выходит у них без студии, это они называют switch to digital, главная цель этого, чтобы постепенно вот этот традиционный бродкаст перешел на онлайн платформе, но не совсем перешел, а как-то сблизился. если вы посмотрите на их экран, они даже лого сбинули к центру, чтобы на экране телефона даже лого было видно, если картинку вот так срезать, у нас вызов такой, что мы тоже должны двигаться постепенно в эту сторону, вот уже осенью мы собираемся в нашу графику эфирную изменить и сделать в том же стиле, как сделала глобальный канал. Вот это что касается оближающих планах, кроме того у нас в планах развития продакшен, потому что у нас сетка такая, что у нас в основном 6 лайвов, 6 выпусков новостных и между выпусками идет повтор записи предыдущих лайвов, но мы начали уже производство так называемых магазинов, это журнал, это отдельные сюжеты по рубрикам и собираемся больше вот такого контента производить, по технологическим пока таких больших планов нет. спасибо. Кстати, Евроньюз единственный канал, насколько я знал, канал в груди, который использует ПТЗ-камеры в студии. Какие камеры у вас стоят? у нас BRC-800 это Sony, довольно хорошего качества картинка у них. И кроме того, что картинка хорошо, опять же соображение бюджета очень здорово сэкономили на операторах студии, четырьмя камерами нашей студии управляют в одной студии, только четырьмя камерами, другой двумя управляет один человек из пульта. Довольно хорошо у нас это получается. Один человек управляет в шести камерах в двух студиях. Спасибо большое. Нам еще китуха варазов. Ки от лоб с тем окр heard понятно. Мы вам поможем, если будет желание. Спасибо всем большое До встречи!